Ребята, привет! Сегодня рисуем очень простую, но модную иллюстрацию. Было бы классно, если бы вы авансом поставили лайк, подписались на соцсети школы и, разумеется, на канал, если вы еще этого не сделали. Также я приглашаю на персональный курс обучения. Предложение подойдет для всех, кто хочет быстро и качественно освоить программу Adobe Illustrator. На курсе помимо инструментов программы и рисования иллюстрации создаем фирменный стиль. Подробности по ссылке в описании. Проходите. Если будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. А мы переходим к практике. Первое, что мы с вами сделаем, это создадим новый документ. Пусть он будет квадратный. Вот 1000 на 1000 пикселей, к примеру, создать. И методом перетаскивания. Сверху у меня открыта папка, где лежит эскиз. Я просто перетащу вот так эскиз. Ага, он огромный. Поэтому за любой маркер с шифтом уменьшим до размеров нашей монтажной области. Естественно, вы помните, что векторную графику можно потом всегда масштабировать без потери качества. Ну, примерно поставим по размеру. Так, ребят, палитра слои. Этот слой мы с вами заблокируем. Здесь рисовать, видите, невозможно. Создадим новый слой. И по нему будем рисовать. Как я сказала в самом начале, иллюстрация очень-очень простая. Поэтому, я думаю, что очень быстро нарисуем. Буква L вызывает инструмент эллипс. Не забудьте, что мы стоим на этом слое, на котором можно рисовать. С шифтом рисуем эллипс. И с пробелом можно сразу ставить его по месту. То есть примерно по эскизу. О, я, видите, от руки почти круг нарисовала. Так, конечно, для удобства мы отключим пока что заливку. Контур сделаем чем-нибудь ярким. Пусть будет красный и немножко потолще. Обычно я, ребят, делаю так, что сначала мы отрисовываем. Потом работаем с цветом. Но сегодня мы будем говорить о некоторых эффектах. Поэтому сначала быстренько нарисуем. Потом будем все вот эти вот декоративные штуки наводить. Так, эллипс. Наш шар. Рисуйте любой пропорции. Но я думаю, что все-таки круглый не стоит, а какой-то вытянутый нарисуем. Дальше инструментом. Я даже сейчас не по эскизу буду. Примерно вот эту вот часть треугольную. Можно нарисовать инструментом, наверное, перо. Буква П. Пока что нарисуем вот так произвольно. И можно инструментом кривизна просто вот так ее каким-то образом дорисовать. Видите, появились дополнительные опорные точки. Еще такой момент. Сразу сделаем концы линий. Скругленные. Так. Вот в свойствах. Ну, сейчас давайте уже поставим по месту. Потому что ниточки у нас независимо от шарика. Нужно будет нарисовать. Ну, примерно по эскизу. Если нужно, конечно, мы всегда можем вернуться и всегда доработать инструментом. Белая стрелка. По месту уже нарисовать. Если, видите, когда мы пользовались инструментом кривизна, появились дополнительные опорные точки. Можно перо минус. Эти точки не нужны убрать. Здесь подробно не останавливаюсь ни о рисовании инструментом перо, ни о работе с опорными точками. Это все уже мы с вами прошли не раз. Конечно, кто только-только подключается, лучше все-таки параллельно смотреть еще плейлист «Базовый курс». Тоже в свободном доступе. И все там последовательно изучаете инструменты. Но это не исключает того, что вы рисуете вместе со мной, потому что только практика, конечно, позволит вам инструменты довести до автоматизма работу с ними. Итак, инструмент перо. Буква «П». Ставим точку. Тянем здесь манипуляторы. Здесь тоже. Здесь эскейпом отрываем. Так, давайте-ка шарик сделаем немножко толще, чтобы просто было его видно хорошо. И инструментом «Белая стрелка» довести красивый силуэт. Сделать, чтобы были очень мягкие плавные линии без перегибов резких. Ну, тут привязка работает, то есть она ровно-ровно встала, эта точка, в точку этого треугольника искаженного. Так, висюльки вот эти, буква «П». Протягиваем манипулятор, ставим точку. И здесь протягиваем манипулятор в сторону движения. Вот, в общем-то, две точки, которые позволили нарисовать нам бантик. Ну, тут уже корректируйте. Дальше давайте инструмент «Поворот». Щелкнем вот сюда в опорную точку. И шифтом и сальтом продублируем. И сейчас мы, конечно же, чтобы они были не симметричны, немного вот так вот доведем. Дальше инструмент «ПМ». Точка, манипулятор. Манипулятор, манипулятор и довести до суда. Так, друзья, вот эту, наверное, можно точку убрать. Первый минус. Сейчас посмотрим, что тут получилось. Shift-C. И вот так вот вытянем манипулятор. Здесь он нам обязательно нужен. Друзья мои, показываю, как нарисовать облака на примере, не знаю, любого облака. Все будут так же рисоваться. Эллипс L. Рисуем произвольно эллипс. Если нужно вам кружочки рисовать, то вы рисуете их с шифтом. С альтом можно дублировать форму и каким-то образом ее видоизменять. Как вы поняли, когда мы растровое изображение масштабировали, с шифтом за любой маркер изменяется пропорционально. Могут сочетаться и круги, и эллипсы. Ну, примерно нарисовали так, чтобы низ был ровно. Давайте первый и последний взяли вместе с шифтом. Идем в меню выравнивания. Обязательно проверьте, чтобы было выравнивание по выделенной области. И выравниваем по низу. Дальше нарисуем буква M. Прямоугольник. И вот так вот обязательно вот здесь, по низу. Кстати, проверьте просмотр. Привязка к пикселю, чтобы не стояла. Потому что здесь, скорее всего, если мы посмотрим Ctrl-Y, здесь, скорее всего, ага, здесь стало идеально. То бывает, обычно на как раз размер пикселя не встает ровно. И вот так вот этот прямоугольник взяли. То есть нам нужно создать, выбираем с шифтом вместе, из этих объектов, общую форму. Выбрали вместе меню создания контуров. И сделали единый контур. В центре остались точки. Либо, давайте покажу отдельно. Либо мы эти точки просто удаляем инструментом белая стрелка. Их надо только все выделить. Делом, да? Либо просто кладем какой-то объект, который закроет. Это получилась, так скажем, пустота, дырка. Берем вот этот прямоугольник с шифтом, общую форму. И делаем слияние. То есть без разницы, как вы сделаете. Сейчас, друзья мои, облака дорабатываем самостоятельно. И двигаемся дальше. Вот, друзья мои, я нарисовала все части нашего изображения. Можно пойти по литро-слои. И можно просто, я думаю, что нажать видимость, чтобы его не видно было. Оставаясь на втором слое, давайте-ка мы, друзья мои, просто сейчас для наглядности выберем все вместе. И какой-то нейтральный цвет, чтобы нам разобраться с порядком. То есть смотрите внимательно, то, что выходит за пределы фонового эллипса, могут быть любой формы. То есть мы это все потом обрежем, либо посадим в обтравочную маску. И, конечно, вот слои облака все хорошо друг за другом стоят. А наш шарик, мы все элементы с шифтом выбираем и вытянем на передний план. Ctrl-Shift, правая квадратная скобка. И, конечно, у ниточки нам нужно отменить заливку. Далее показываю эффекты, которые мы будем применять на нашей иллюстрации. То есть вот это модное. Такой эффект, очень его легко на самом деле сделать. Давайте покажу пока что где-нибудь отдельно, чтобы было видно хорошо. Продублирую. И поехали. Смотрите, контур пока что у нас равномерный. Но если мы пойдем по литракисте, выберем контур вот таким образом. Уголь-карандаш написано, если по-русски. И ему какую-то дадим толщину красивую. То есть видите, какой получается контур. Рваный, красивый. Причем, видите, есть еще отдельные деталюхи. То есть вы подбираете толщину этого контура, которое вам подходит по рисунку. Видите, очень интересно. Где-то толстая, где-то тонкая. Это еще не все. Дальше мы пойдем в меню объект. Разобрать оформление. Посмотрим в режиме каркас. Ctrl-Y. То есть было Ctrl-Z вот так. То есть вне зависимости, какая толщина контура, как есть свойства этого контура. Вот в этом режиме, в каркасном или скелетном, кто-то его называет. Все вот эти основополагающие линии, то есть основа основ, она показывается просто такой линии. Как только мы сделали Ctrl-Shift-Z отменяю действие, то наш абрес превратился в объект. Давайте Ctrl-Shift-G разгруппирую, чтобы вам показать, вот какое оно есть. Ctrl-Z отменяю действие. И нам нужно взять вот это кольцо, вновь образовавшееся. Взять то, что было основной формой, то есть в нашем случае серый круг. И сделать слияние. Давайте тоже посмотрим это лучше в режиме Ctrl-Y, в режиме каркас. Выбраны объекты. Пойдем в создание контуров и делаем слияние. Видите, что происходит? Все это слилось. Ctrl-Y выходим из этого режима. То есть, друзья мои, таким образом вы, пожалуйста, проработайте все элементы нашей композиции вне зависимости от их цвета пока что. То есть цвета могут быть совершенно любые, но самое главное сделать вот такой вот контур. Причем контур даже вот для этой части. Давайте еще раз быстренько я вам покажу. Черный цвет. И кисть вот здесь тоже можно выбрать. Где базовая, вот у вас такое свойство будет. Здесь, конечно, толщиной не переборщите. Видите, она как сразу классно смотрится. Ага, видите, здесь даже, кстати, привязалась. Можно, если у вас свойства одинаковые, взять шифтом несколько объектов и сразу им дать одинаковые свойства. Ну, здесь, видите, по-другому, да, немножечко работает. Ну, по толщине смотрите в зависимости от вашего масштаба. Здесь, видите, не совсем идеально стоит тоже. Какие-то, если вы являете недочеты, вы их сразу, конечно же, корректируете. Итак, друзья мои, я тоже сейчас это сделаю самостоятельно. Мы поговорим еще о цвете. Друзья мои, двигаемся дальше. Будем разбираться с цветом. Есть палитра образцы. И вот здесь внизу есть библиотека. Можно найти, ну, например, нейтральные цвета. Какие-то серо-голубые посмотреть. Можно посмотреть цвета. Так, давайте подумаем вместе. Природа. Например, сезонные. Ну, сезонные больше так. Осень, лето. Зима вот эта, да. Можно посмотреть вариант так. Природа. Ну, например, пляж. Я просто... К чему? Что мы ищем цвета для облаков. Ну, во-первых, основной фон какой-то, наверное, может быть, в общем-то, голубой. Взяли объект. И взяли самый яркий цвет. Так, наверное, даже это он достаточно яркий. То есть подбирайте. Может быть, вот из этой шкалы тут побольше, да, цветов. Соответственно, облачка может быть светлый. Самый ближний белый. Следующий, например, вот такой голубой. Третий. Вот такой голубой. Незначительная, да, разница. И, например, снова какой-нибудь светлый. Теперь мы должны разместить эти облака в форму вот этого рваного круга. То есть размещаем примерно на нашем фоновом круге. Можно с шифтом немножко уменьшать. Не забывайте, что вот эти прямые вещи не должны попадать. Ребят, разместили как нужно. То есть сейчас мы будем пользоваться обтравочной маской. Но для этого нужно провести одну манипуляцию. Давайте Ctrl-K я сделаю шаг, ну, например, 1000. Сейчас покажу для чего. Мы вот этот вот объект смещаем. И нам нужно сделать правая клавиша разгруппировать. Почему? Потому что, если, смотрите, я верну снова вот этот центральный круг. И нажму Ctrl-Y. Видите, здесь остались отдельными объектами те части прошлой обводки, да, которые отделялись от основной формы. Поэтому вот это можно, в общем-то, все убрать. Ctrl-Y выйдем из этого режима. Ctrl-C скопируем в буфер обмена вот этот фоновый круг. Имеющийся вытянем на передний план. Ctrl-Shift правая квадратная скобка. Берем все вместе. И правая клавиша создать обтравочную маску. Видите, когда обтравочная маска появляется, все, что за пределами этой маски, оно исчезает. Поэтому Ctrl-Shift-V мы для этого предварительно в буфер обмена закинули в нашу форму. И нужно ее Ctrl-Shift левая квадратная скобка на дальний план. Все, с фоном закончили. Если вы хотите вернуться, доработать, то двойной щелчок. Мы заходим в эту группу. Да, можно по отдельности в объекты. И дорабатываем. Но лучше, конечно, все на берегу сделать и потом не мучиться. Теперь мы разберемся с вами с шариком. Хочу его сделать объемным. Тоже давайте где-то, может быть, на белом пространстве. Швено без подложек, чтобы нам ничего лишнего не выделять. А то же самое здесь. То же самое здесь нужно сначала... Так, давайте в сторону шагом отведем. Правая клавиша. Разгруппировать. Это вернем на место. А вот то, что попало, видите, удалим. То есть объект не должен быть группой. И выбираем объект. И вот здесь вот внизу последняя вкладка. Рисовать внутри объектов. Щелкаем туда. Мы находимся в режиме изоляции. То есть за пределами не будет рисовать. Пойдем в каталог кистей, библиотека кистей. Ну, не знаю, давайте кисти щетины можно посмотреть. Можно посмотреть художественные акварельные кисти. Ну, подбираем. Вот, например, такой по размеру. И начинаем рисовать. Выбираете цвет. Для контура другой, чтобы на красном было видно. И видите, что заходит за пределы, не видно. Если где-то ошиблись, Ctrl-Z отменяйте. Конечно, с планшетом это было бы. То есть в этой части у нас какие-то теневые вещи. Можно цвет подобрать еще дополнительно. Пойдем сюда. И цвет чуть-чуть посветлее выберем. Ну, это не сильно заметно, конечно же. И выберем цвет для бликов, для света. Ну, какой-то, наверное, белый. Снова возьмем кисть. И вот в этой части будем проводить. Здесь уже в кисти можно применить прозрачность. Вот она выбрана. Мы пойдем в прозрачность. И, к примеру, ну, не знаю, 50. И таким образом у вас получится сделать объем. Если какие-то кисти у вас не выбираются, вот эти мазки, вы Ctrl-Y пойдите. И все вот эти вот кисти, которые у нас обозначали тень, тоже можно им придать прозрачность. Ну, например, 50. И так будет более эффектно. Ну, и в целом, я думаю, что примерно так оставить. То есть, получился объем. Ctrl-G лучше сгруппировать. Мы уже из режима, естественно, вышли автоматически. Вот эту часть мы должны сгруппировать в Ctrl-G. И разместить по месту и порядок. Ctrl-Shift, левая квадратная скобка на дальний план. Друзья, на мой взгляд, иллюстрация получилась очень нежная и воздушная. Чего мы и добивали, собственно. Вы можете эффект объема добавить и на облака, но не перебращите. Это должно быть очень прозрачно, практически незаметно. На этом урок окончен. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Жду вас в ВКонтакте, Инстаграме школы. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока.